МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Им присваивались бы воинские звания, а по окончании учебы выпускник был бы учтен в мобилизационном резерве. Инициаторы проекта отмечают, что высших учебных заведений с действующими военными кафедрами крайне мало. Всего 72 вуза на страну. Это около 7% от общего числа университетов и академий. Поэтому студенты не всегда имеют возможность пройти военку во время учебы. В случае одобрения законопроекта будут созданы межвузовские центры военной подготовки. А студенты удаленных учебных заведений получат возможность проходить подготовку, например, в ближайших воинских частях. Повысить привлекательность рабочих профессий и помочь старшеклассникам в выборе вуза. Сотрудники аграрного университета и аграрного колледжа провели в Нальчике встречу с потенциальными абитуриентами. В национальной библиотеке собрались ученики нескольких школ Нальчика, Кашхатауа, Ушигера и Урвани. Некоторые делились. Сельское хозяйство ассоциируется у них с тяжелым и малооплачиваемым трудом. Организаторы встречи попытались развеять стереотипы. Время было, что рабочие профессии трактовывались с рабочим, словом рабочие. А сейчас такого нет. То, что раньше было, вручной труд, это все ушло в прошлое. И сейчас, чтобы работать на любой профессии, даже аграрного сектора, нужно иметь очень хорошее образование. Представители учебных заведений рассказали о перспективных направлениях в сельхозотрасли, а психологи провели тесты, которые должны помочь школьникам определиться с будущей профессией. Сегодня в нашей программе стартует новая рубрика «Кофе-брейк». Каждую среду за чашечкой бодрящего напитка мы будем беседовать с интересными людьми. Моя коллега Зульфира Геляхова отправилась в гости к директору музея изобразительных искусств имени Ткаченко. Риту Талву она застала на рабочем месте. Кофе пили в окружении произведений искусства прямо в выставочном зале. Рита, доброе утро. Доброе утро, Зуля. Доброе утро, дорогие телезрители. Год 2014 в России объявлен Годом культуры. Какие мероприятия ожидаются у вас в музее? Мне кажется, что в первую очередь уровень республики определяется культурной составляющей. А как нам всем известно, нам это очень приятно, мальчик является культурной столицей Северного Кавказа. Конечно, в рамках Года культуры музей изобразительных искусств имени Ткаченко подготовил ряд мероприятий. Это юбилейные выставки, это обменные выставки из Осетии, Ингушетии и других регионов нашей страны. Рита, сейчас в музее проходит выставка «Зазеркалье», но в третьем зале представлена другая экспозиция. С чем это связано? В этом году мы решили, что именно третий зал будет выделен под фондовые выставки. Потому что весь год у нас расписан, и мы, получается, не успеваем выставить наши фондовые предметы. Сейчас там идет фондовая выставка под названием «Я помню, чудное мгновение». Там выставлены работы 18 века, именно те работы, которые желают видеть наши посетители. Не всегда бывает такая возможность. Поэтому мы решили, что с этого года мы этот зал выделим под фондовые выставки. Сейчас утро, день начинается с утра. Какой тон задашь, так он и пройдет, говорят. Какие у вас пожелания на утро, и что вы делаете по утрам, чтобы день прошел хорошо? Мне кажется, что как ты только просыпаешься и о чем-то в первую очередь подумал, вот это и влияет на весь твой день. Поэтому с утра хорошее настроение, позитивные, хорошие мысли, и мне кажется, день будет обязательно удачным. Рита, спасибо, очень было приятно пообщаться с тобой, успехов в делах, и надеюсь, мы еще не раз увидимся. В Кабардино-Балкарии предстоит выбрать цветок или дерево – символ республики, сообщает пресс-служба Минприроды КБР. Федеральное профильное министерство объявило о проведении всероссийской акции «Аллея России». В результате будут выбраны растения, символизирующие каждый регион страны. Общественное голосование пройдет с 1 июля по 31 августа на сайте «Аллея России.РФ». 85 растений-победителей будут высажены в Крыму. И пока это все, увидимся в следующем часе. Приветствую всех, кто встречает Новый день с нами в эфире «Вести утро» Кабардино-Балкария в студии Мадина Урусова. Повысить привлекательность рабочих профессий и помочь старшеклассникам в выборе вуза. Сотрудники Аграрного университета и Аграрного колледжа провели в Нальчике встречу с потенциальными абитуриентами. В национальной библиотеке собрались ученики нескольких школ Нальчика, Кашхатауа, Ушигера и Урвани. Некоторые делились. Сельское хозяйство ассоциируется у них с тяжелым и малооплачиваемым трудом. Организаторы встречи попытались развеять стереотипы. Время было, когда время было, что рабочие профессии трактовывалось с рабочим, слово рабочие. А сейчас такого нет. То, что раньше было вручной труд, это все ушло в прошлое. И сейчас, чтобы работать на любой профессии, даже Аграрного сектора, нужно иметь очень хорошее образование. Представители учебных заведений рассказали о перспективных направлениях в сельхозотрасли, а психологи провели тесты, которые должны помочь школьникам определиться с будущей профессией. Сегодня в нашей программе стартует новая рубрика – кофе-брейк. Каждую среду за чашечкой бодрящего напитка мы будем беседовать с интересными людьми. Моя коллега Зульфира Геляхова отправилась в гости к директору Музея изобразительных искусств имени Ткаченко. Риту Талову она застала на рабочем месте. Кофе пили в окружении произведений искусства прямо в выставочном зале. Рита, доброе утро. Доброе утро, Зуля. Доброе утро, дорогие телезрители. Год 2014 в России объявлен Годом культуры. Какие мероприятия ожидаются у вас в музее? Мне кажется, что в первую очередь уровень республики определяется культурной составляющей. А как нам всем известно, нам это очень приятно, мальчик является культурной столицей Северного Кавказа. Конечно, в рамках Года культуры Музей изобразительных искусств имени Ткаченко подготовил ряд мероприятий. Это юбилейные выставки, это обменные выставки из Осетии, Ингушетии и других регионов нашей страны. Рита, сейчас в музее проходит выставка «Зазеркалия», но в третьем зале представлена другая экспозиция. С чем это связано? В этом году мы решили, что именно третий зал будет выделен под фондовые выставки. Потому что весь год у нас расписан, и мы, получается, не успеваем выставить наши фондовые предметы. Сейчас там идет фондовая выставка под названием «Я помню, чудное мгновение». Там выставлены работы 18 века, именно те работы, которые желают видеть наши посетители. Не всегда бывает такая возможность. Поэтому мы решили, что с этого года мы этот зал выделим под фондовые выставки. Сейчас утро, день начинается с утра. Какой тон задашь, так он и пройдет, говорят. Какие у вас пожелания на утро, и что вы делаете по утрам, чтобы день прошел хорошо? Мне кажется, что как ты только просыпаешься и о чем-то в первую очередь подумал, вот это и влияет на весь твой день. Поэтому с утра хорошее настроение, позитивные, хорошие мысли, и мне кажется, день будет обязательно удачным. Рита, спасибо, очень было приятно пообщаться с тобой, успехов в делах, и надеюсь, мы еще не раз увидимся. В Кабардино-Балкарии предстоит выбрать цветок или дерево – символ республики, сообщает пресс-служба Минприроды КБР. Федеральное профильное министерство объявило о проведении всероссийской акции «Аллея России». В результате будут выбраны растения, символизирующие каждый регион страны. Общественное голосование пройдет с 1 июля по 31 августа на сайте «Аллея России.РФ». 85 растений-победителей будут высажены в Крыму. ГИБДД Карелии занесло на Эльбрус. В интернете появилась фотография, на которой видно, что служебное авто из 10 региона припарковано у подъемника на гору. Жители края озер и берез в недоумении. Как сотрудники госавтоинспекции на служебной машине очутились на горнолыжном курорте? Неужто их в командировку отправили? Сомнения развеяли в Карельском МВД. Поездка стражей порядка и правда была исключительно рабочей, пишет газета «Губерния Дейли». Машина ГИБДД сопровождала колонну с грузом. Везли в Кабардино-Балкарию гуманитарную помощь для ОМОНа Карелии. И сотрудники отряда сейчас находятся в нашей республике. И на сегодня это все. Я с вами прощаюсь. До встречи и удачного дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова